Молоко – это очень ценное удобрение для многих огородных культур и особенно для клубники. Такой метод ежегодно используют голландские дачники, которые славятся огромной и вкусной ягодой. После молочных подкормок клубничные розетки сразу преображаются. Это видно и по листьям, и по цветущим кустам. Причем молочную подкормку можно делать как во время вегетации и цветения растения, так и осенью уже после плодоношения для закладки базы под будущий урожай. Кроме того, что молоко способствует интенсивному росту кустов и цветения весной и летом, ягода вырастает в полтора-два раза крупнее и сочнее. Для этого нужно только правильно приготовить раствор с молоком, соблюдая четкие пропорции. Молоко подойдет любое, домашнее или покупное, и даже сыворотка с простоквашей сгодятся. По рецепту вам потребуется одно ведро воды и один стакан молока или молочных продуктов. Если это покупное магазинное молоко, то лучше всего выбрать как можно менее жирный вариант. Готовится смесь очень просто. Смешиваем молоко и воду, после чего опрыскиваем клубнику свежим раствором. Надо постараться обработать обильно каждый кустик, чтобы он полностью намок. Осенью процедура делается после того, как вы поухаживали за посадками, обрезали и удалили усы, и желательно вечером или в пасмурную погоду, но не перед самым дождем. Кустик должен успеть впитать в себя все полезные вещества. На это надо не менее двух часов. Позитивный эффект от такого удобрения объясняется очень ценным составом молока. К слову, молоко выполняет еще и защитную функцию. На листьях клубники создается защитная пленочка, которая отвадит всех вредителей, грибковые болезни и гнили от растения.